Надо приучить вообще всех нас, не только учеников, относиться к тому пространству, где мы проводим большую часть нашей жизни, а ученики проводят большую часть жизни в школе, как к своему родному дому, понимаете, в котором нельзя нагадить, нельзя ломать, нельзя плевать, нельзя приклеивать жвачку и так далее, понимаете. То есть школа не должна восприниматься как проходной двор. Вернуть ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет, сказала министр. Будет закладываться с 1 по 10 по 11 класс, ощущение того, что вокруг везде твоя страна, понимаете. Каждый кусочек твоей страны это твое родное место. Не гать там, как минимум, а сделай лучше. То есть школа должна не только учить, но и воспитывать? Конечно, абсолютно, потому что это не... Это вот как раз сложная тема, потому что говорят, что школа... Не бывает образования без воспитания, это иллюзия. Любое образование что-то воспитывает. Поэтому нужно заранее знать, что мы хотим воспитать. Не бывает образования без воспитания. Поэтому нужно заранее знать, что мы хотим воспитать. Нужно заранее знать, что мы хотим воспитать.